Минута молчания, оружейные залпы, возложение цветов к мемориалу. Жители Одинцовского городского округа в день памяти и скорби собрались у вечного огня. Среди них ветераны боевых действий и, конечно, свидетели трагических событий 78-летней давности. Великая Отечественная война вошла навек в историческую память. Как героическая эпоха, в которой неразрывно сплетены триумфы трагедии, скорбь о невинных жертвах, радость победы и преклонение перед мужеством народа в его священной борьбе с врагом. За возложением цветов панихида по погибшим. Ее отслужил благочинный церкви Одинцовского городского округа священник Игорь Нагайцев. А сразу после муниципалитет присоединился к всероссийской акции «Горсть памяти». 86 захоронений в городском округе. И везде в это время берется земля, горсть земли, память. Потом она будет в остальном порядке доставлена через областной военкомат в парк «Патриот» и навечно размещена там. Чтобы помнили. В акции приняли участие и юноармейцы. Помнить о подвигах предков важно, уверена Анастасия Бугаева из Кубинки. Мой прадед Чепраков Павел Георгиевич участвовал в Великой Отечественной войне. Дошел до Берлина, награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны второй степени. Мне дорога память, поэтому я здесь. Я считаю, что молодое поколение должно помнить, чтобы такое никогда не повторилось. В завершении митинга у Вечного огня стартовала акция «Вспомним всех поименно». В течение всего дня любой желающий мог зачитать имена, отчества и фамилии бойцов, похороненных здесь, в братской могиле. Их боевой путь, если сведения о нем сохранились. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.